Хемницер Часть картины Садящегося Солнца Так называется стих Уж начал солнца луч золотой ослабевать И бледный только вид багровый оставлять Цвет огненный тогда поверхности земной Переменяясь все, переходил в другой Багровая краса очам уже явилась И множе тень свою сугубо помрачилась Последней скрывшись нам еще казалось след В собравшихся парах, объемлющих наш свет Но скоро все и то от наших глаз сокрылось И постепенье в мрак сугубо притворилась Еще один стих его Станцы на суету Все суета на свете все всем Все горести, все беспокойства Все пустота и неустройства Прямого блага нет ни в чем Рождаемся мы с суетою, не знаем и живя покою Мы в суете век проживаем И с суетой умираем Мы с суетой на свет исходим Живем и с суетой отходим Из сих велика тьма сует Которой наполнен свет И бездна их непостижима Во всех бывая действах зрима Куда мы только поглядим Везде мы суету встречаем И что мы в свете не творим Лишь суету мы исполняем В ограде суета в селах При жизни мирной и в войнах Такого состояния нет Где б суета не пребывала И власть свою не означала Все за собой ее влечет Она в всем свете управляет Она рождает, созидает Она одна, сей движет свет Еще о перемене стих Все подвластно перемене Что на свете всем не есть Знатность, слава и богатство Жизнь, имение и честь И на что мы невзираем Перемену примечаем Все, что есть, все исчезает Безвозвратно навсегда И что было уж не будет К нам вовеки никогда Но всем самым пребывает Сила та, что все рождает Все, что есть, одно другому Должно место уступать И без сей перемены миру Часу бы нельзя стоять Частные вещи разрушения Всех вещей произведения Иван Иванович Хемница 1745 1784 Родился на Волге Отец и мать его Были по национальности немцы Иоганн Хемницер В молодости переселился в Россию И поступил на службу В качестве военного штаб-лекаря Попал на дальнюю полудикую окраину Странствовал по калмыцким степям Пока не поселился с семьей в Астрахани Это отец его Отец сам выучил сына Немецкому и латинскому языкам И начальным правилам арифметики В Астрахани отдал сына То есть будущего поэта В учении местному пастору Будущий баснописец Оказался весьма тихим и усидчивым ребенком Больше всего любившим сидеть за книгой И заниматься уроками Потом в 1755 году Отец Хемницера перебрался с семьей в Петербург Это когда Хемницеру было 10 лет Обстановка, в которой воспитывался Хемницер Была весьма скромной Жалования отца едва хватало на насущные расходы Даже при всей немецкой аккуратности Царевшей в доме Потом он попал на военную службу И пробыл там целых 12 лет Дослужился до сержантского чина А в 1766 году был произведен в Поручике Принимал участие в войне с Пруссией Находясь на адъютантских должностях В его аттестате было написано Где он был в походе против неприятеля Когда отмечено, что в 1759 году в Померане Брандебурге, Шлезе и Саксонии А на Батарии не бывал Он, значит, потом занялся геологией и минералогией Перевел книги кое-какие Например, Лемана Кабальтословия Участвовал в редактировании переводов книг о драгоценных камнях Брикмана И минералогические известия о саксонском родном Кряжи В 70-х годах познакомился с Львовым Родственником Саймонова Поэтом, художником, архитектором Он был ближайшим другом Державина И Капнист тоже был в этой компании И Хемницер попадает в литературный кружок этот И там первые поэтические его опыты Значит, он потом странствует Путешествовал Поехал в Голландию в конце 1776 года со Львовом Через Дрезден, Лейпциг, Франкфурт, Намайни, Кёльн Побывал в Лейдене, Амстердаме После чего отправились во Францию В Париже был, в картинных галереях Слушал там музыку Смотрел картины Рафаэля Рубенса, Грёза, Версальский парк И современной техникой Интересовался водяной машиной, носением фонтана Как теснят медали, смотрел Есть записки Львова Об этом их путешествии Ну, в общем, потом по возвращении в Петербурге Он активный деятель этого кружка Вокруг Львова и Державина Он был чудаковатный, приспособлен к практической жизни Полностью поглощен научными и литературными интересами Так он предстает об воспоминаниях и письмах его друзей В 1782 году Ему нашли место службы в турецком городе Смирне В генеральном консульстве И он там был на должности генерального консула Херницар Так, там, значит, он сколько интересного Неблагоприятный климат Смирной Способствовал тяжелой болезни Которая вскоре привела к гибели баснописца Единственная надежда, поддерживавшая в это время Херницара Надежда на возвращение в Россию к друзьям, к литературе Однако ей не суждено было сбыться Умер в 1784 году Останки его были привезены в Россию Похоронены в Николаеве И задолго до смерти он был избран в члены Российской Академии Интересно, а в каком году он А, только он всего там был Два года Смирный Два года он был Смирный Два года он был в члене Российской Академии Это фотография Звездный бульвар Вечером декабрь 1995 года Когда я тут спиливал Когда я придумал Своя работа Ветка в конце 1995 года И с пилой Шел тут вечером И пилил Деревцей Ветку Для этой работы Это такая интересная скамья Того времени Это бетонные стойки И сквозь них Сквозь дырки В бетоне пропущены доски Это Звездный бульвар Самый конец 1995 года Звездный бульвар